YouTube и Instagram сегодня дает отличную возможность простым людям стать знаменитыми, но предела популярности нет, поэтому блогеры не упускают возможности засветиться на телевидении. Так, например, Максим Галополосов, известный под псевдонимом MaxPlus100500, ведет собственное развлекательное шоу на YouTube-канале Адам Томас Моран. Шоу обрело невероятную популярность, и Галополосов стал вести цензурную версию своего проекта на телеканале Перец. Кроме того, блогер иногда появляется на различных телепрограммах в качестве приглашенного гостя. Карьера Анастасии Ивлеевой началась в 2013 году в Instagram. Она быстро набрала миллионы подписчиков, и уже в 2016 году ее пригласили вести шоу «Можно все» на телеканале You. А в 2017 году Ивлеева прошла кастинг на шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» и стала его ведущей. Сейчас у Насти своя передача «Агент-шоу». Подруга Ивлеевой, интернет-звезда Ида Галич, тоже ведет многомиллионный блог в Instagram. Не так давно Иду пригласили стать соведущей Анастасии Самбурской на шоу «Ревизора», которое транслируется на канале «Пятница». Бьюти-блогерша Мария Вэй карьерой в интернете тоже не ограничилась. Девушка согласилась вести свою собственную рубрику о красоте в передаче «Лавстайл» на телеканале STS Love. Кроме того, в 2016 году Мария решила попробовать себя в качестве актрисы, сыграв главную роль в триллере «Дизлайк». В 2008 году Илья Давыдов, сегодня более известный как Мэдисон, завел блог на Ютубе, куда выкладывал обзоры на компьютерные игры. Его канал быстро стал популярным. Он получил премию «Герой Рунета» и пост редактора сервиса «Руть Юб». Карьера блогера на ТВ пошла в гору, когда он стал вести передачу «Игра на вынос» на телеканале ТНТ. Саша Спилберг тоже начала свою карьеру на Ютубе. Она выпускала влоги, в которых рассказывала об интересных тенденциях в интернете. Популярность росла, и ее даже пригласили сняться в роли самой себя в фильмах «Елки 5» и взломать блогеров. А как вы относитесь к популярным блогерам? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok